Привет! Сегодняшнее видео будет слегка нетипичным для моего канала. Обычно я показываю процесс создания моделей, но никогда о нем толком не рассказываю, из-за чего у многих людей, незнакомых с 3D, возникают вопросы. Это видео является продолжением другого моего ролика о том, как и с чего начать, с которым я также рекомендую вам ознакомиться, если вдруг вы этого еще не сделали. Возможно, ответы на некоторые вопросы вы найдете именно там. Сегодня же я хочу рассказать об основных этапах создания 3D персонажей и о том, как они вообще устроены. На самом деле, все эти принципы также применимы для создания любых других 3D моделей, но именно на примере персонажей их можно будет рассмотреть более наглядно. Видео по большей части ознакомительное, так как информации очень много и уложить ее в один ролик просто нереально. Но я надеюсь, что после просмотра у вас сложится основное понимание процесса и это поможет вам в дальнейшем обучении. Как минимум, вы будете знать, что и в каком порядке вам гуглить. В комментариях я оставлю таймкоды, на случай, если вас интересуют только какие-то конкретные темы. Окей, давайте начнем с самого процесса моделирования и с того, что он из себя представляет. Практически любая 3D модель состоит из полигональной сетки. Другими словами, плоскостей, которые образуют форму. Каждый полигон, в свою очередь, состоит из точек и граней. Полигональное моделирование представляет из себя работу с конкретными полигонами, выдавливание, добавление новых граней, сшивание точек, перемещение их в пространстве и прочее. Все эти манипуляции позволяют создать модель абсолютно любой формы. Раньше этот вид моделирования использовался в том числе и для создания персонажей. Но сейчас он больше актуален для моделирования исключительно твердотельных объектов, оружия, мебель, архитектуры и прочего. Для создания персонажей сейчас используется скульптинг. Фишка скульптинга в том, что он позволяет взаимодействовать не с конкретными полигонами, а со всей полигональной сеткой, имитируя процесс работы с реальной глиной или пластилином. Такой эффект создается за счет того, что количество полигонов в модели при скульптинге может доходить до сотен тысяч, а то и до десятков миллионов. Сам процесс работы более художественный и открывает гораздо больше возможностей, чем обычное полигональное моделирование. Но это ни в коем случае не означает, что скульптинг однозначно лучше. Как я уже не раз говорил в предыдущих роликах, все зависит от ваших целей. Это разные инструменты и каждый предназначен для своих задач. Использовать скульптинг для создания техники было бы максимально неудобно, в то время как при создании персонажей он является неким стандартом, о чем говорит практика ведущих мировых студий. Более подробно о программах моделирования и скульптинга я уже рассказывал в упомянутом ранее ролике о том, как из чего начать, поэтому повторяться я не буду. В результате скульптинга мы получаем красивую, ну или не очень красивую, в зависимости от ваших навыков, высокополигональную модель. В принципе ее уже можно отрендерить в таком виде, в котором она есть и похвастаться ею в соцсетях. Но если вы планируете интегрировать ее в игровой движок или экспортировать для анимации, то вам необходимо уменьшить количество полигонов. Тут мы переходим к следующему этапу – ретопология. Как я уже говорил ранее, 3D модель состоит из полигональной сетки. Топология – это то, как именно выглядит ваша сетка. Не форма модели, а именно сетка, которую эту форму описывает. Ретопология – это построение новой сетки на основе уже существующей модели и сохранением ее формы. В нашем случае на основе созданного ранее высокополигонального персонажа. Зачем это нужно? В первую очередь, это оптимизация. Во время скульптинга мы работали с моделью, количество полигонов которой могло достигать нескольких миллионов. Это очень много. Такой полигонаж потянет не каждая программа, не говоря уже об играх, где подобных моделей может быть сотни. Делая ретопологию, мы уменьшаем количество полигонов до пары десятков тысяч, что позволяет сэкономить огромное количество вычислительных ресурсов. Если в дальнейшем модель будет анимироваться, то при построении топологии необходимо соблюдать некоторые правила. Иначе при деформации сетки могут вылезти неприятные артефакты. Инструменты ретопологии есть в каждой программе для моделирования и скульптинга. Но, пожалуй, лучше всего они реализованы в 3D-код и топоган. Вообще, это достаточно объемная и важная тема. Поэтому, если вы всерьез хотите заняться созданием персонажей или любых других моделей, то необходимо более углубленное изучение. Как раз сейчас школа компьютерной графики XYZ запускает новый курс по полному циклу разработки 3D-моделей. Вы изучите все этапы ААА-пайплайна. Начнете с правильного сбора референсов, продолжите пониманием и построением силуэтом. Научитесь быстро понимать механику модели и покрасите ее геометрию. Вы сделаете готовый драфт модели и попробуете его в контексте. А после разберетесь с разверткой, запечкой и текстурированием геометрии, чтобы подготовиться к работе в геймдеве. Курс отлично подходит для начинающих и может стать стартовой точкой для входа в геймдев. Преподаватели, практикующие дизайнеры с огромным опытом, которые работали над такими проектами, как Love, Death and Robots, Call of Duty, Infinity Warfare, Subnautica, World of Tanks, War Thunder, Quake Champions и Blitzkrieg 3. После каждого занятия студенту выдается домашка. Каждый студент получает индивидуальный фидбэк от преподавателя, как в студиях. В финале обучения вы создадите свой проект по ТЗ реального заказчика, студии партнеров. После успешной презентации работы вас пригласят на собеседование. Записывайтесь на курс, ссылка в описании. При покупке курса до 25 сентября действует скидка 20%, а по промокоду URIEFIR еще плюс 10%. Закономерно, что при уменьшении количества полигонов мы также теряем всю детализацию. Но что с этим делать, я расскажу чуть позже. А перед этим модели нужно сделать развертку. UV-развертка это по сути выкройка вашей модели, на основе которой на нее будет проецироваться текстура. Ее принцип схож с моделями из бумаги, для создания которых вам нужно вырезать по контуру фигуры, согнуть их в нужных местах и склеить. Тут все точно так же, только в обратном порядке. Вы разрезаете трехмерную модель и раскладываете ее на плоскости. Инструменты для создания разверток также есть практически в каждом пакете трехмерной графики. Но лично я предпочитаю специальную программу под названием UV-Layout. Весь ее функционал рассчитан именно на создание разверток. Ничего лишнего, быстро и удобно. Теперь, когда мы развернули нашу модель, можно поговорить о текстуринге. Существует несколько вариантов создания текстур. Первый, далеко не самый актуальный, рисование текстуры в фотошопе прямо на развертке. Это, мягко говоря, не очень удобно, и вам вряд ли удастся избежать заметных швов. Современный подход к текстурированию позволяет красить саму модель, а текстура автоматически переносится на созданную ранее развертку. Отличным примером подобного инструментария является программа Substance Painter. Аналогичный способ текстуринга есть и в ZBrush, но с одним существенным отличием. В ZBrush вы красите точки, поэтому четкость текстуры зависит от количества полигонов в вашей модели. Чем больше полигонов, тем, соответственно, больше точек, а значит более четкая текстура. В этом случае красить модель можно и без UV-развертки. Однако для интеграции модели в игровой движок или другие программы она, как правило, будет необходима. Что ж, допустим, у нас есть высоко детализированная модель с офигенной детализацией, а также низкополигональная модель, которую мы создали в процессе ретопологии, после чего сделали ей развертку. Наша задача – перенести на нее детализацию, не увеличивая при этом количество полигонов. Отсюда мы переходим к следующему этапу – запекание текстурных карт. Одна из главных текстурных карт – это Normal Map. Именно она отвечает за всю детализацию. Видимость мелкого рельефа создается за счет игры света и тени на плоскости. Это что-то наподобие оптической иллюзии. Помимо нее также существует карта цвета, отражений и многие-многие другие. Запекание карт – это, по сути, проецирование информации с высоко полигональной, иными словами, хай-поли модели, на низкополигональную или же лоу-поли модель, а точнее на ее развертку. Для запекания карт я рекомендую Marmoset Toolbug или же X-Normal. Хотя вторым лично я уже перестал пользоваться. На мой взгляд, Marmoset справляется с запеканием лучше всего, но это чисто субъективно. В принципе, на этом этапе модель готова. Вы можете создать для вашего персонажа скелет, поставить его в позу, анимировать и, конечно же, отрендерить. Варианты подхода к созданию модели могут слегка отличаться, в зависимости от того, в каких проектах она будет использоваться в дальнейшем. Для кино будут действовать одни правила, для игр – другие. Игры, в свою очередь, тоже бывают разные, а модели по 3D-печати – это вообще отдельный разговор, там куча своих нюансов. Также существуют программы по типу Dust Studio, в которых вы настраиваете уже готовые модели персонажей, их пропорции, прическу, одежду и так далее. По идее, их можно экспортировать и использовать в своих проектах, но имейте в виду, что это будет чисто шаблонная моделька. Надеюсь, это видео оказалось для вас хоть немного полезным, и вы не заскучали во время просмотра. Если это так, то я буду рад вашей активности. А еще можете бахнуть на колокольчик, подписаться на меня в ВК, на группу, Инстаграм, Твич и Артстейшн еще есть.